Народ, всем привет! Сегодня хочу вам рассказать в своем обзорчике про трезубец. Начинал охотиться с трезубца. Была у меня такая ситуация, стрелял я в рыбу, а попадаю я 9 раз только... 9 раз промахиваюсь, 1 раз попадаю. И была у меня такая ситуация, в упор я попал в камень и загнул центральный зубец. Пытался выровнять его и сломал. Тут специальный сплав и специальная закалка идет на наконечнике. В результате, короче, я его выровнял, заточил, но, конечно, заточка уже не та, поэтому он и короче стал, и не такой уже острый, как этот вот. Но это все фигня, я хотел рассказать еще про другое. Кричем, вот такой вот трезубчик. Коротковатый, трезубец для щуки, если под углом стреляешь, вхождение, крупную щуку вообще, он где-то сантиметров 12, я бы хотел себе сделать сантиметров 18. Вот, и короче, тут есть зазубринки такие, но они вообще не о чем. Вот, было такое, что я попал в красноперину грамм 500 или 600, и она, короче, ее пробилось нормально, она подрыгалась, и, короче, еще метров 10 проплыла, хотя ее полностью пробило, как положено. Короче, я себе на работе доработал трезубец, установил, короче, просверлил отверстие, вот, и установил откидные скобочки такие, вот, фиксирующиеся, чтобы, допустим, когда рыбу пробивало, рыба не исползала. Ну, конечно, трезубец коротковатый, все равно, там, если хорошая щука, если под углом 45 градусов бить, они ни скобки не заскакивают. Вот так вот, щучки такие полтора-два килограмма, не больше. Короче, ну, зато теперь рыба не сваливается. Вот такая вот небольшая доработочка. Тут у меня лепесток я поставил на центральный, который я сломал. Вот, а тут просто обычные скобки с нержавейки. Ну, в принципе, доработка мне понравилась, теперь уже можно стрелять спокойно, и быть уверенным, что не будет сходов, и сползать рыба уже с трезубца не будет. Вот такой вот небольшой обзорчик, ребята. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Все, всем счастливо, пока!